итак всем привет сегодня такая тема как выставление угла опережения зажигания на снегоходе буран для электронного зажигания или как его еще по-другому называют бесконтактное зажигание тот метод к настройке угла опережения зажигания который я сегодня вам покажу он не относится к контактному зажиганию то есть кулачковому зажиганию потому что там настраиваться немножко по другому принципу и могу вам посоветовать только лишь посмотреть например видео в ю тубе по настройке зажигания на мотоцикл yava или юпитер принцип будет тот же самый и смотрите видео в которых ребята настраивать зажигание именно с лампочкой и или с микрометром часового типа или из какой-то оправкой делать но посмотрите видео поймете суть и тот же точно так же делается на снегоходе буран но если вы не хотите дальше мучиться с тем что у вас пропала искра там например подгорели контакты на кулачках или пробило конденсатор просто снимите это основание и швырните его сколько видите столько и швырнить и вы избавитесь от всех головников и приобретите себе нормальное электронное зажигание уже сейчас вроде бы 21 век на дворе но все равно люди ездят на кулачковом зажигании это не актуально кулачковое зажигание уже прошлый век комплект что вам нужно будет приобрести это основание основание и коммутатор то есть основание и коммутатор основание для 28 сильного мотора лучше взять с маркировкой 001-01 так как наем есть 6 прорезей для прикручивания его на картер и она все равно на какие-то прорези встанет и возможно будет настроить угол опережения коммутатор имеют маркировку 006 то есть для 28 сильного мотора для 34 сильного мотора имеют маркировку 006-01 и маховик маховик с контактного зажигания возможно подойдет а возможно не подойдет это все зависит от того какой год выпуска вашего снегохода маховики были разные и маховики менялись с годами продолжаем тему немножко отвлеклись чтобы выставить угол опережения нам понадобится шкала с градусами размечена стробоскоп и старое не нужно сейчас зажигание шкалу и стробоскоп вы можете приобрести в нашей группе вконтакте найти ее просто например заходите в контакт в раздел группы и в поиске вводите буран гараж 35 то же самое так и называется наш канал на ю тубе и вам поисковик выдаст нашу группу старая свеча зажигания нам нужно чтобы сделать из нее оправку чтобы выставить на нормально точно в мт то есть нам из нее нужно убрать изолятор это сделать легко надо просто убрать вот здесь завальцовку спилить болгарка завальцовку и изолятор легко оттуда вынец ну и вот мы получили как бы оправочку то есть все выбито из нее и это будет наша оправочка для выставления верхней мертвой точки дальше мы берем болт шестерочку примерно 60 и так как здесь углубление то я подложил 4 гравера можно шайбочки на 6 маленькие все гравера вышли вовнутрь а здесь остается болт и гаечка ну и гаечка с этой стороны закручиваться еще одна гаечка это просто прижимная гайка и вот такая вот конструкция не не мудрена ничего сложного тут нету в итоге когда будете настраивать получается если болт выкручивать то вот это расстояние убавляться все дальше переходим уже на мотор для настройки как я уже и говорил нужна будет шкала с градусами то есть шкалу крепим сюда она у меня уже закреплена можете язык закрепить на саморезе достаточно одного самореза ну можете можете два сделать самореза можете на заклепочку у меня приклепан на шкале имеется три диаметра верхний диаметр это 222 миллиметра это электростартер то есть у кого стоит электростартер то делайте по нему нижний самый диаметр 192 миллиметра вариатор рябова барс как у меня стоит я его снял чтобы показывать ну заводить несколько раз и для этого просто снял вам снимать ничего не нужно при настраивайте прямо с вариатором то есть чтобы ремень был так и настраивайте все будет нормально все удобно средняя шкала 210 миллиметров это вариатор сафари или вариатор arctic и промеж двух шкал то есть 192 и 210 миллиметров визуально делайте еще одну шкалу это будет 196 миллиметров это вариатор альпина то есть заводской вариатор который устанавливаться на снегоходы завода все шкалу крепите дальше нужно будет выставить в мт вкрутили оправку а дальше поворачиваем коленвал в любую сторону и вот видим что коленвал уперся тут у блять сильно сильно не стучите потому что поршень упирается в оправку что нужно нам сделать нам нужно оправку отрегулировать так чтобы коленвал тока тока как бы получаться поршень идет к верху и поршень упираться в оправку но нам на ее сделать так чтобы сначала чтобы поршень проходил только только не задевал оправку а потом оправочку опустить буквально миллиметра на два чтобы был минимальный разброс между рисками выкручиваем настраиваемся мы поймали тот момент когда поршень идет к мт вот здесь вот 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 место операции он в оправку и проходите то есть нам нужно сейчас оправочку выкрутить буквально на один миллиметр и она настроена дальше такой принцип то есть вращаем коленчатый вал в любую сторону вот он уперся то есть в оправку поршень уперся не доходя в мт делаем риску напротив ноля вот риску сделали напротив ноля и коленвал разворачиваем в обратную сторону то есть подводим поршень к оправке с обратной стороны чуть-чуть сдвинул шкалу сейчас на камере не смотрите на камере на камере она немножко косо кажется так вот поршень подошел снова это все чувствуется и снова делаем меточку напротив ноля сделали получилось две метки то есть это с одной стороны поршень подошел к ум это а эта метка с другой стороны поршень подошел к ум это меряем расстояние отсюда и до сюда так расстояние получается 46 миллиметров 46 то есть это надо по 2 и 3 миллиметра с каждой стороны отступить берем 2 и 3 так и меряем с этой стороны 2 и 3 до примерно точно все так если по мере 2 и 3 2 и 3 получилось достаточно точно делаем ниточку эти метки убираем чтобы они нам не мозолили глаза больше остается одна метка вот так отсюда видно хорошо вот мы получили одну метку уже сделанную все выставлено это точная вымытая то есть сейчас выкручиваем оправку из цилиндра вкручиваем опять свечу надеваем колпачок и можно запускать мотор смотреть какое опережение зажигания схема подключения стробоскопа простая стробоскоп имеет три контакта прищепочка это вешаться на бронепровод левого цилиндра так как в мт мы смотрели по левому цилиндру лучше повесить на левый цилиндр и имеет еще 2 2 крокодильчика то есть один с красным проводом а другой с черным проводом черный провод сразу вешаем на массу а красный провод это берем плюс с катушки зажигания то есть синий провод идущий из коммутатора на катушку оттуда берем плюс ему и подключаемся после подключения стробоскопа запускаем мотор и светим стробоскопом будет видно нашу меточку принцип работы стробоскопа частота мерцания лампы стробоскопа совпадает с частотой вращение коленчатого вала при вращении коленвала будет метку видно камерой сложно передать работу стробоскопа но как бы видно но не очень объясняю просто суть так вот сейчас запускаю и смотрим как это работа сейчас было видно что мотор работает где-то примерно на холостых на 20 градусов вот здесь отметочка на 21 где-то на вот так вот на 22 на 21 это холостой ход а когда добавляешь газу метка уходит до 30 31 градуса то есть примерно полтора сантиметра угол опережения смещается это 34 сильный мотор ему нужно угол опережения в пределах 14 16 градусов на холостом и где-то 22-24 градуса на примерно на пяти тысячах оборотов 28 сильному мотору полных оборотах где-то к пяти тысячам 5500 должен выдавать где-то 26 28 получается так что сейчас угол опережения где-то 21 градус 22 градуса а нам нужно выставить 14 где-то примерно 14 15 градусов чтобы он на холостом был и на оборотах чтобы был 22-24 градуса для 34 сильного повторяюсь получается нам нужно сместить угол если он сейчас был на 21 градус нам нужно сместить на 14 это получается 7 градусов перемещаемся на ту сторону раскручиваем добираемся до основания и поворачиваем чтобы добраться до основания откручиваем ручной стартер это 4 болтика м6 под ключик на 10 снимаем ручной стартер у всех как у людей на 4 как не у людей дальше перед нами шкив вентилятора то есть шкиф ремня кретчатки откручиваем его у меня тут немножко уже раскручена вы потому что я поворачиваю чтобы показать вам что сейчас сместится угол я уже только что разбирал такие детали как вот этот шкив маховик надо притягивать основательно чтобы не дай бог на ходу это все дело не раскрутилась она наделает много беды снимаем и убираем дальше нужен съемник маховика он выглядит вот так вот внутренняя резьба то есть две части и еще во внутренней резьбе вкручиваться болт то есть болтом сдвигать устанавливаем съемник съемник вы также можете приобрести в нашей группе вконтакте в принципе вдруг в группе вконтакте вы можете приобрести любые запчасти для снегохода буран есть все в наличии обращайтесь спрашиваете откручиваем гайку тоже с помощью съемника колебал стопорит и отворачиваем гайку гайку отвернули и убираем и дальше просто вкручиваем внутреннюю часть съемника сейчас вот такой щелчок что колебал сошел со шпонки в этот раз не больше щелчка все маховик снят вот такой съемник съемник маховика советую всем всегда возить с собой потому что им можно разобрать пол снегохода при желании по маховику маховик тоже если у вас было контакт на зажигание и снегоход слишком старый то лучше поменять маховик потому что уже но образа маховики идут с усиленными магнитами они гораздо лучше будут и на световую катушку и на катушку заряда то есть сигнал будет сильнее от того что магнит сильно сейчас видно что мол болт держащие основание находится где-то посередине паза а нам нужно повернуть позднее то есть позднее это значит по ходу вращения коленчатого вала то есть по часовой стрелке раньше зажигание ставится против часовой стрелки то есть против хода вращения коленчатого вала то есть раньше против часовой позже по часовой то есть сейчас нам нужно поставить зажигание против часовой стрелки повернуть сделать чуть чуть позднее так как у нас для этого именно этого мотора угол опережения слишком большой на его убавить то поворачиваем против часовой стрелки примерно сдвиг основания по пазу на 0 9 миллиметра 1 градус как утверждает завод-изготовитель ну и на деле она примерно то же самым то есть поворачиваем основание где-то миллиметра на 3 на 4 на 4 с половиной не уже выставлены меточки сейчас посмотрим правильно я сделал меточки повернули основание сделали его позднее и прикручиваем все обратно основание тоже прикручиваете достаточно хорошо чтобы не дай бог она не открутилась если основание открутиться она надевает своих делов был у меня такой случай основание открутилась во-первых размаловала самого основания а во-вторых расколотила все магниты на маховике это на старом моторе так было все собираем все в обратном порядке и запускаем мотор снова теперь угол опережения зажигания стал более адекватный где-то примерно около 14 14 15 на холостом а на оборотах выходит на 22-24 градуса хороший углы для мотора в 34 силы такую тему как установка угла опережения зажигания мы рассмотрели теперь вы будете знать как настроить зажигание с помощью стробоскопа без стробоскопа зажигание выставить хорошо это нереально то есть там просто попадаешь на глаз попадешь не попадешь это все неправильно что дает угол опережения во-первых мощность мотора можно оптимальную настроить которую должен выдавать мотор при позднем зажигании мотор не будет иметь достаточно тяги которую заложил в нее завод и будет выкидывать топливо выхлопную систему то есть не до топлива будет не догорать а при слишком раннем угле зажигания мотор будет греться ну мощность будет но мотор будет сильно греться очень быстро перегреваться так как у вас опережения зажигания слишком ранее для этого и нужен точный угол опережения потому что топливо то есть бензин он не может гореть мгновенно то есть он не взрывается а он плавно загораться и пока поршень идет в мт не доходя в мт подается искра например на холостых на 14 градусов и от начала искры то есть 14 градусов поршень проходит до мт это уже горение идет и как только пошел в мт все-то еще горение идет до тех пор пока не откроется выхлопное окно как только открываться выхлопное окно уже газы вырывается в глушитель и происходит уже продувках открываться происходит можно сказать следующий такт для этого и нужен угол опережения чтобы оптимально насколько это максимально возможно сжечь все топливо которое поднялась с кривошипной камеры на этом все хочу с вами попрощаться а так как уже близок новый год пожелать всем удачи в новом году главное здоровья и чтобы ваша техника в новом году не ломалась подписывайтесь на канал ждите новых видео в новом 2017 году ставьте пальцы вверх кому понравилось это видео делитесь видео с друзьями всем пока